Добрый день. На 14 января у нас зарегистрировано 141 новый случай новой коронавирусной инфекции, в том числе в Якутске это 60 случаев и еще в 15 районах нашей республики. Наибольшее количество это в Миринском 19, Алданском, Неренгринском по 12, в Мегино-Кангаласском 11 случаев и в Ленинском это 6 случаев. В остальных районах от 1 до 4 случаев. За сутки проведено свыше 2700 исследований на COVID. Всего с начала пандемии обработано 886 524 теста. Мы хотели бы сказать, что вчера был как раз прямой эфир и мы обсуждали вопросы вакцинации. Надо отметить, что у нас сегодня на территории республики имеется 5000 доз вакцины от новой коронавирусной инфекции. Вакцинация идет в городе Якутске, в 8 районах нашей республики. Последняя партия, которая поступила буквально вчера, 2200 доз, также направлена еще в 5 районов нашей республики. Это Вилюйская группа и город Мирный. В начале следующей недели мы ожидаем дополнительно еще 22 тысячи доз, которые будут распределены по районам нашей республики. Мы сегодня уже ведем предварительную запись на вакцинацию. Открыта эта запись во всех медицинских организациях. Вакцинация будет проводиться только в медицинских организациях государственного статуса. И мы будем выезжать на предприятие, если будут организованные заявки свыше тысячи человек. Это все связано с тем, что новая вакцина имеет определенные сложности транспортировки и хранения. Она отличается от привычной, например, той же самой вакцины от гриппа. Занимает наиболее дольше срок оформления, осмотра врачом, подготовки, значит, проведения к вакцинации. Хочу сказать людям, которые провакцинировались уже, чтобы всегда заполняли дневник самоконтроля, который размещается на сайте госуслуг. Там есть напоминания, каждый раз приходят смс-оповещения о том, что нужно зайти и заполнить дневник самоконтроля. Это очень важно для динамического наблюдения. Хочу сказать, что уже привито на сегодняшний день 1800 человек. 324 человека получили уже полный курс, то есть закончили вакцинацию. Пока в республике Саха-Якутия нет каких-либо случаев осложнений, каких-то побочных эффектов, все, в принципе, хорошо вакцину переносят. Бывают небольшое недомогание, которое предусмотрено, в том числе по инструкции к этой вакцине. Небольшое, может быть, повышение температуры, ломота в теле, либо болезненные ощущения в месте укола. Прочих же осложнений не зафиксировано. Я призываю всех, значит, все население прийти очень внимательно к вакцинации. Если есть желание записаться, медицинские организации будут приглашать вас на прием самостоятельно, потому что есть, значит, определенные, еще раз повторю, сложности, да, на одного пациента уходят где-то от 40 минут до часа. Поэтому, чтобы не было столпотворения, большого наплыва наших пациентов, еще раз акцентирую, что все-таки должно быть это по предварительной записи. А так всех поздравляю с прошедшими праздниками, желаю всем здоровья, благополучия, берегите себя.